Ильдус Саидович, на мой взгляд, очень адекватный, энергичный и порядочный прокурор. Я его еще знаю не так уж близко, но тем не менее знаю по его работе, когда он был прокурором города Казани. Вообще впечатление производил справедливого прокурора. Поэтому я думаю, что на должности уже прокурора республики он также будет действовать. У нас было достаточно много контактов по разным вопросам. Мы встречались, даже не вспомню какое количество раз, на разных мероприятиях и отдельные встречи у нас проходили. Ну то есть Ильдус Саидович достаточно активно взялся за работу. Уже прозвучало ряд у него достаточно серьезных таких заявлений, которые, в принципе, на мой взгляд, ждало предпринимательское сообщество от него. Подтвердили действенность договора, который у нас заключен с прокуратурой договора о совместной деятельности. От 2002 года мы его таким образом пролонгировали и, значит, в течение часа разговаривали, наметили точки, так сказать, соприкосновения, по которым мы продолжим взаимодействие. Ну, в общем-то, ничего выдающегося он не сделал. Я просто слежу за результатами. Единственное, так сказать, ну вот подвижки, это то, что он назначил Старостина, начальника отдела по борьбе с коррупцией, новым заместителем, своим заместителем. То есть поднял статус вот этой работы как раз борьбы с коррупцией. Ну, кое-какие подвижки сделал такие текущие в районах. Ну, встретился с Раисом Сулеймановым, так сказать, конфликт исчерпал. Конечно, по месяцу, наверное, рано делать какие-то выводы, но с другой стороны, все-таки вот те шаги, которые предприняты, они укрепляют нас в нашей надежде, что ситуация будет меняться. Учитывая прошлый опыт работы Ильдуса Саидовича, то, что у него запала хватало и в набережных Челнах, и в городе Казани, я думаю, что в республике запала у него хватит надолго. Он сам себе человек очень активный, такой пышет энергией. Ну, и я уверен, что вот та активность, которую он показывает сейчас, это ни в коем случае не показуха, это желание действительно изменить что-то к лучшему, сделать свою работу хорошо. Уверен, что она будет так и дальше, правда. Сейчас то, что он активно начал действовать, это, наверное, просто его натура. Вот. И не думаю, что это какой-то пиар для него, а наоборот, что это вот его энергичная, так сказать, активность, это просто его тип характера. Сложный вопрос, надолго ли хватит. Я думаю, что Ильдус Саидович продолжит активно работать во всех направлениях, как прокурор республики. Полагаю, что надолго. Если действительно прокурор будет вникать в дела, то я думаю, что прокуратура просто не справится с объемом жалоб, который сейчас покатится на них. Потому что количество, скажем так, несогласных с процессуальными решениями граждан очень-очень много. Поэтому для того, чтобы прокуратура эффективно начала работать в дальнейшем, конечно, нафигу должен быть коллектив, который его целиком полностью поддерживал. И самое главное, чтобы они имели смелость и возможность сами принимать, ну, скажем так, окончательные профессиональные решения. Мне хочется надеяться, что на самом деле он сохранит и вектор, и темпы работы. Если на него не будет оказано силовое давление со стороны, скажем так, оппонентов или со стороны первых лица республики, то, скорее всего, да, вектор будет сохранен достаточно подробно. Ну, я не знаю, вот на меру, кто влиял на него, влияло или местное руководство, или генеральная прокуратура, или обращение граждан. Мне кажется, больше ничего не может влиять. Здесь то же самое. Ну, человек вообще-то все может остановить, конечно. Это очень сильное влияние или давление, может быть, так сказать, высшестоящего руководства, может быть, президента республики или что-то. Но у меня такое впечатление, что этот человек не особо, так сказать, сгибаемый. И, в общем-то, мне кажется, что он борется за справедливость и будет бороться и дальше. Про дело Леруа Мерлена, да? Ну, я не думаю, что это пиар, это, на самом деле, во-первых, делать выводы пока очень рано, да, потому что должно пройти следствие, материалы должны быть переданы в суд, либо дело должно быть прекращено, то есть там два варианта, по большому счету. Эта пресс-конференция, которую он провел, на самом деле, очень хороший жест. То есть он показал то, что в таком формате он готов общаться, он готов рассказывать о таких вещах, которые происходят, ну, относительно резонансных. Чем мы более открыто будем говорить о проблемах казнократства, о проблемах злоупотребления должностными полномочиями, о проблемах своятельства и к молодству у нас в республике, чем более активно будет общество и СМИ вовлекаться в этот процесс, тем выше вероятность того, что мы сможем там, если не жить, то как минимум свести к минимуму подобные проявления. То есть он фактически никак не реагировал на бездействие МВД, когда эта фирма обращалась, а фактически он просто констатировал сам факт того, что в Москве был выиграл арбитражный суд, и ему ничего не оставалось сделать, как просто на это откликать. Я считаю, что каждый человек у нас в нашем обществе имеет право на передоверие, поэтому мне несколько неприятно, что многие такие диванные эксперты сразу начинают говорить о заказе, о пиаре и так далее. Я считаю, что человек работает, из-за того работы виден, из-за того работы резко отличается от того, что мы видели до этого, и этот тренд меня лично радует. Все юристы, когда начинают получать образование, они изучают римское право, римские максимы, и одна из них звучит так. Пускай восторжествует правосудие, пускай даже если погибнет мир. Вот это, наверное, должно стать максимой нашей прокуратуры, и мы на это надеемся. Спасибо.